Я рада вас приветствовать в нашем классе. Давайте познакомимся. Меня зовут Любовь Анатольевна Кудинова. И я являюсь ведущей семейного одного из семейных клубов, который проходит по пятницам здесь, в этом классе. Ведущая я слишком маленькая, еще молодая совсем, в плане опыта. У меня еще очень мало его, конечно. Можно сказать, что я начинающий ведущий. Просто если сравнивать с теми уже моими друзьями, я их хорошо знаю, кто раньше читал лекции вам уже ранее. Конечно, там уже такие коллеги мои, они уже более такие в этом плане подготовленные. Поэтому я вас прошу, не любите жаловать, строго не судить. Это моя первая лекция такая, мой дебют, можно сказать. Уж если что не так, не обессудьте. Ну и, конечно же, мне хотелось бы, во-первых, в ходе нашей беседы я буду стараться говорить, ну, не какими-то там научными терминами, а наоборот, таким более доступным языком. И когда готовилась к ней, к этой лекции, тоже как бы старалась так попытаться приводить примеры ситуаций, изучив и непосредственно из практической работы наших клубов. То, что я уже где-то слышала, там, видела или читала. Вот. Ну и также, конечно, из своего личного опыта какой-то уже опыт присуществует. Вот. Потому что в сам клуб я пришла примерно уже, вот, четвертый год, как я посещаю семейные клубы. Вот. То есть какой-то опыт у меня, конечно, уже есть. Боже, помощью. Вот. Ну, мне также, конечно, хотелось бы, интересно было бы услышать, ну, ваше мнение и какие-то, может быть, ваши ситуации или истории в ходе нашей беседы, ваши примеры, потому что... То есть мне бы хотелось, чтобы, одним словом, формат нашей встречи сегодня был такой достаточно открытый, свободный, потому что, ну, как бы я пришла не учить, а всего лишь просто немножко рассказать о том, что мне вот удалось, ну, что пыталась я узнать. Вот. Итак, начнем. Я бы хотела свой рассказ, свой начать с не одной, с одной небольшой детской такой, ну, рассказ, сказка, притча, я бы сказала, о том, как одному мудрецу задали три вопроса. Какой самый важный момент в вашей жизни, какой самый важный человек в вашей жизни и какой самый важный на свете поступок. Вот. Ну, и если ты три дня не дашь ответ, то тебя высекут на площади, мы поставили такое условие. Ну, и, конечно, как во всех детских сказках, он ходил, бродил, маялся, мучился, ну, не находя ответа, не знал, что ему делать. И, наконец, набрел на одну девчонку, которая пасла гусей. Вот. Она... Она спрашивает, а почему у тебя такой несчастный вид, что у тебя случилось? И он ей поведал о своей, значит, проблеме, о своих вот чаяниях таких, тревогах. Она ему говорит, а в чем дело? Ведь все же очень просто. Ведь самый важный момент в жизни – это теперешний. Потому что прошлого нет, а будущее еще не пришло. Самый важный на свете человек тот, с которым ты сейчас находишься, потому что другого нет. А самый важный поступок на свете – это именно сейчас по отношению к этому человеку сделать то, что нужно. Да, да. Ну, вот дети, да, вот у детей всегда все, в общем-то, как бы, да, просто. Ну, и не случайно я бы хотела, начала нашу беседу вот именно с этой детского такого рассказа, с притчи. Потому что к нам приходят, как правило, на клуб люди, которые находятся достаточно в трудной жизненной ситуации. И у многих из них эта ситуация, она уже даже, можно сказать, давно уже превратилась в экстремальную. Они приходят или в состоянии какой-то крайней тревоги, паники, так как не знают вообще, что им делать вообще, как дальше жить. Или же, наоборот, они находятся в состоянии крайней удрученности, отчаяния, от беспомощности, потому что уже исчерпаны все силы и возможности, чтобы преодолеть вот эту проблему, да. И вспоминая даже вот себя, я могу сказать, что когда я пришла первый раз на клуб, вот как раз я так же была в таком состоянии страха, во-первых, неопределенности, я не знала, куда еду. Меня привел мой супруг на клуб. Вот, так как у него была зависимость алкогольная, он сам по Божьей милости нашел этот клуб. Потому что я тоже, вроде, человек православный, выцерковленный, много лет в храме, но я никогда вообще не слышала и не знала вообще о существовании наших клубов, вообще абсолютно, даже близко. И у меня, конечно, первые месяцы вообще пребывания, когда я для себя каждый раз на каждой встрече вновь и вновь что-то открывала, я просто вот уходила с наших занятий с таким недоумением вообще, с вопросом внутренним, где я была раньше вообще все эти годы. А к кому вы пришли, может? Да, я пришла, мы пришли вот как раз в первое ближайшее было занятие, потому что он звонил, вот, предварительно, как у нас полагается там, да, вот, по телефону. И Елена Юрьевна ему вот рекомендовала, сказала расписание, когда ближайшее занятие. Он выбрал именно вот храм на Соколе, говорит, пойду во вторник. Была вторничная группа, это был вот наш очень известный, Дима Девятгин, да, опытный наш ведущий. И мы попали к нему, по Божьей милости, да. И вот попали, и больше уже никуда мы не ходили, никакие другие клубы, мы там и остались. Он пошел первый, я ему сказала, иди узнай, потому что я как бы тогда была скептически очень настроена в тот момент. Вот он пошел, посетил, пришел и говорит, слушай, пойдем в следующий раз, тебе, наверное, будет интересно. Ну, почему бы нет. Вот я пошла, я пришла, я просто вспоминаю себе вот эти первые как раз-таки ощущения, когда пришла, там было действительно страшно, непонятно, куда идут, чужие люди, да. Несмотря на то, что как бы даже все это при храме, ну, кто знает, может, это секта вообще какая-то там, как-то ничего построена, им известно. Вот, состояние вот этого страха. Ну, и опять-таки состояние как раз-таки вот, был момент такой, что вот для меня вот это вообще вот прибытие, вот посещение клубов, это действительно для меня стало как свет в конце туннеля. То есть на тот момент наша семья практически уже, можно сказать, была на драме распада, несмотря на то, что уже там 25 лет были в браке. То есть вот все эти вот борьба с зависимостью, она, конечно, привела нас к такому состоянию, вот это вот отчаяние, безысходности и выхода. И я вообще уже не видела, где можно найти. Вот выход оказался, вот как у Димы нашего вышел недавно, книга, вы, наверное, знаете, да, вот Девяткина. Выход здесь, вот как раз-таки здесь и был для меня выход. И по сей день я здесь, слава Богу, вот, Божьей помощью. Мы еще стараемся расти в трезвении, вот. И, конечно, жизнь моя, естественно, изменилась кардинально с того момента. Вот. И что еще хочу сказать? Это вот как раз то, что вот, когда мы приходим, вот человек приходит вот в клуб, то есть речь идет здесь в нашем случае о взаимодействии, от которого может зависеть вообще, в принципе, вот дальнейшая жизнь другого человека. То есть это вот не просто какое-то одномоментное, запланированное там мероприятие, да, там, посещение там, как вот бывают каких-то мероприятий, а вот приход к нам на клуб, это как раз-таки вот своего рода событие, то есть это встреча. И очень важно, чтобы вот эта встреча, она состоялась. Вот состоялась и для того человека, который пришел, и, конечно, для нас, как членов, участников клуба. Вот. Любой, любая...